Загонять шары в лузы могут не только взрослые и солидные мужчины. В секции, открывшейся в этом году в Центре детского творчества, мальчишки и девчонки с удовольствием осваивают секреты бильярда. Самому младшему бильярдисту Максиму Бурасову всего 8 лет. Он новичок, занимается чуть больше месяца. Для него и стол высоковатый кинь по росту, но от этого азарта не меньше. Максима сюда привела мама, сделав сыну своеобразный подарок. Но есть в секции ребята, которые знакомы с этим видом спорта уже не первый год. Когда-то они занимались в школе бильярда «Космос» и в секцию пришли вслед за своим тренером Игорем Ложкиным. Эти мальчишки добились результатов не только в родном городе. В первом же выступлении на выезде Денис Семенов и Александр Миловцев заняли 4-5 место в Свердловской области по дисциплине «Пул». К сожалению, сейчас они в такой дисциплине не тренируются, так как для нее необходимы специальные столы. А их пока в новом кружке нет. Дмитрию Муромцеву 10 лет. В 9 он начал заниматься бильярдом. Считается самым молодым и перспективным спортсменом. Дмитрию Александру лишь немного не хватило, чтобы стать призерами области по русскому бильярду. А вот Денис занял второе место в первенстве Екатеринбурга по русскому бильярду и был отмечен президентом Федерации бильярдного спорта. Каждый из них ставит перед собой определенную задачу. В области стабильно ходить в призеры каждое соревнование. Осталось только научиться быстро играть в партию и все. Ну и выигрывать. Всегда стабильно играть. На хорошем уровне. В бильярдной секции Центра детского творчества с удовольствием занимаются не только мальчишки. Друзья и одноклассники Лизы Никипеловой поначалу не одобрили ее выбор. Ну сначала там некоторые смеялись такие, говорят, да ты что, да у тебя ничего не выйдет. А потом это нормально стали воспринимать, уважать. Ее сегодняшний партнер по тренировке Диана Борчанинова. Она пришла в секцию чуть больше месяца назад. Поначалу, когда я только пришла, мне в принципе показалось все легко. Но когда я начала отрабатывать какие-то удары, стойку, вот стойка для меня показалась самая очень сложная в бильярде. Руководитель секции, страстный поклонник бильярда Игорь Лужкин. Он познакомился с этой увлекательной игрой, будучи уже взрослым человеком, и жалеет, что в его юности такой секции не было. Однажды, буквально по чистой случайности, зашел в бильярдный клуб «Космос». Там был маркер, который мне просто показал несколько ударов. Во мне зажглась искорка, и я начал постепенно ходить в бильярд, саморазвиваться, спрашивать у своих старших друзей и товарищей, которые уже давно занимаются бильярдом, как играть, учиться у них. В процессе развивался, потом начал принимать участие в городских, в областных соревнованиях. И, грубо говоря, достиг до определенного уровня. И наступило то время, когда я просто почувствовал себя, что я готов поделиться знаниями вот с этими прекрасными детьми. Игорь уверен, что человек, испытавший удовольствие от того, что шар, по которому он ударил, влетел в лузу, станет верным поклонником бильярда. А дальше упорство и азарт. Всему остальному научит. Научит, как правильно держать ки, с какой стороны бить по шару, какой шар свой, какой чужой и что такое биток. А также покажет правильную стойку и положение рук при ударе. В общем, объяснят все премудрости этой захватывающей игры. Игры по тактике и стратегии сравнимой с шахматами. Ведь нужно не просто ударить, а рассчитать правильное направление, чтобы в конечном итоге выиграть партию. Игры по тактике и стратегии.